Я сюда собиралась долго, и моя мечта сбылась. Советую не бояться и ехать на поле чудес. И все у вас получится. Субтитры сделал DimaTorzok Это фабрика звезд, который изменил совершенно образ российской эстрады. Все рейтинги были наши. Все. Они говорили, что это не серьезная профессия, это неприличная профессия. Даже моя бабушка в Африке поет. Ты вообще узнала Максима Фадеева, минус 100 килограммов? Вспомнишь, как я сказал, если тебя не возьмут, я говорю, я тебе ничем помочь не смогу. Костя Меладзе нам в чай подливал вот эти вот феромоны брака. У нас две свадьбы были на фабрике. Вот эта атмосфера, когда все в одной спальне, то есть кого-то это напрягало. А мне это безумно нравилось. Мама, ну не виновата я, не виновата я я. Я был фанат Полины Гагарина. Ты знал, где она живет? Мы преследовали ее, конечно. Три месяца заточения. Это было настоящее заточение. Первый мой карантин. Алла Борисовна, которая, кстати, там присутствовала тоже каждый день. Она все время сидела у камер, периодически возникал такой голос сверху. Что ты делаешь? Завтра. После программы «Время». Вот три месяца она идет, три месяца твоя жизнь – это фабрика, по большому счету. Больше никакой жизни у тебя нет. И ты вдруг понимаешь, что фабрика-то закончилась. А как дальше жить? Здравствуйте. О самых заметных событиях пятницы в материалах корреспондентов программы «Время». Утверждено Центр избиркомом. ЦИК обнародовал окончательные итоги голосования по поправкам в Конституцию.